Он весит на 20 кг больше меня, но тем не менее я вышел биться, а тот, кто пишет комментики, не сидят и пишут на своих диванчиках свои комментики. Подготовки вообще никак не было, но я считаю, что у меня сейчас опыт намного больше, чем в моих предыдущих боях. Без проблем пройду Даниила Степанова. Друзья, приветствую всех! Вы на канале Асхаб Томаев. Сегодня у нас противостояние Томаева Асхаба против Даниила Степанова. Вы, наверное, его знаете. У нас был ролик, где мы с ним боролись и где он себя неплохо проявил. Меденность Даниил Степанов получил с тиктока, где я его заметил, где он хотел со мной побороться. Конечно, я ему дал шанс. Я вызываю Асхаба Томаева на бой. КМС по виду, если не ошибаюсь. В плане борьбы, да, удивил сильно. Поборолись дружеские, сделали дружеские спарринг и после чего он захотел подраться по ММА. Но что я ему ответил, что весовая категория у нас вообще разная, равенство весе 15-20 килограмм, если не больше. Мой вес на данный момент составляет 95-96 килограмм. Вес Дани, как я знаю, 78 килограмм. Посмотрим, что у нас получится. Буду ли я поддаваться Дани Степановой? По ходу посмотрим. Если он будет тебе показывать хорошо, то, конечно, буду давать сопротивление. Но если же я посмотрю, что он для меня слабоват. Посмотрим, аккуратно поработаю. Но я ему сказал, что максимально он показал, что он сможет, на что он способен. Буду ли я драться в других организациях, как Hardcore, где он был контракт с боем с Марвином? Нет, этого не будет. Потому что треш-то, который бывает в этой тематике, я их никак не поддерживаю. Так же и мои родные. Поэтому в плане поп-оммай я больше драться не буду. И поэтому, кто хочет со мной поспорниговаться, либо провести бой, вы можете кидать свои заявки мне в инстаграм. Я интересные варианты буду рассматривать, которые мне интересны. Будем либо спорниговаться, либо проводить разные бои на моем YouTube-канале. Сейчас, на данном этапе, я не качаюсь, не тренируюсь на протяжении уже трех-четырех месяцев. Это было связано с тем, что полгода назад я заболел коронавирусом, переболел. Думал, что выздоровел, но оказывается за коронавирусом последовали другие разные болезни. То у меня суставы болели, то проблемы с пищеварением. Как видите, очень сильно похудел. Вешу 95 килограмм и за полгода я скинул килограмм, наверное, 15. Сегодня наша цель это максимально проучить Данила Степанова, чуть его успокоить, дать ему понять, что в плане боя он со мной никак не потянет. А его задача показать, максимально удивить меня. Может даже отправить меня на нокаут, если он сможет. Посмотрим, что у нас получится. Мы специально позвали врача. У секундан, все как есть, все как должно быть. Всякое может быть во время боя. Либо травму получим. Так что в плане этого можно не волноваться, все четко, все грамотно. Победителю в первую очередь уважение. Если же Даня Степанова выиграет меня в бою 2 раунда по 2 минуты, я, конечно, ему сделал себе подарок. Сейчас подготовки вообще никак не было, но я считаю, что у меня сейчас опыт намного больше, чем в моих предыдущих боях. Посмотрим, я боролся с разными попалом бойцами, как Чоршамбэй, Присельский-Тагистанец, Эмилием Наврузовым и многими другими. Надеюсь, это все в совокупности мне дать шансы, что я без проблем пройду Данила Степанова. Как вы думаете, кто в данном бою лучше себя проявит и кто победит? Пишите свои варианты в комментариях. Либо Томаева, либо Данила Степанова. И пожелайте нам удачи! Всем привет, это Данил Степанов. Сегодня будут биться со Схалом Томаевым. Вот, вы спросите, наверное, почему и зачем, да что вообще, что я дурак со Схалом биться, друзья. После борьбы мне многие написали то, что где бой, где бой и так далее. Мне с ума захотелось проверить себя. Первый мой такой опыт в ММА. Но, тем не менее, я очень сильно заряжен. И готов подраться. Но он весит, конечно, на 20 килограмм больше у меня. И опыта у него больше. Но у меня есть дух. У него тоже есть дух. Холод дух сильнее. Я думаю, так. Схалом, он как бы не особо занимается борьбой. Вот. И я чувствую себя как либо в воде. А по ММА, вот я в первый раз и я готов подраться. Выгрую, прыгаю мне без разницы, потому что я хочу показать красивый и офигенный бой. Сделать все на максимум, чтобы просто выходные отряжаться по полной. План на бой есть, но рассказывать я его не буду, потому что он секретный. Если короче получится, значит план удался. Если я прыгаю, то план не удался. Но, в любом случае, есть план. Потому что база джудо. И все увидите сами. И, друзья, многие думают, что я выгляжу как обычный подросток какой-то. Но, тем не менее, во мне 75 килограмм мышц, 8 лет джудо. Немножечко бокса, пару тренировочек сходил вчера ночью. Ночью в 12 часов сходил на ММА на тренировку. То есть я поспал часов в 7, может. И, тем не менее, хейтеры пусть хейтят. Привет, меня зовут Александр Сидорин. Я профессиональный рефери. Сегодня я буду следить за соблюдением правил по ходу спарринга Асхаба Тамайева и Данила Степанова. Я очень благодарен ребятам за то, что они делают это все в таком формате, в профессиональном, для того, чтобы никто не получил никаких травм, увечий. Здесь присутствует также профессиональный катман, который непосредственно тейпирует ребят перед спаррингом для того, чтобы они где-то кто-то по неопытности или по запаре в вагоне не получили каких-то травм. Опять же, я здесь буду находиться для того, чтобы это не переходило рамки спорта, да, то есть для соблюдения правил. Это очень хороший пример для того, чтобы все, кто будет также проводить подобные мероприятия, то есть не забывали про спортивную составляющую, про правила. Потому что зачастую эти спарринги могут переходить во что-то большее. Чтобы этого не было, каких-то запрещенных действий и так далее, как раз присутствуют такие люди, как я и наш профессиональный катман. Я здесь для того, чтобы соблюдались правила. По затылку не бьем, локтями не работаем ни в партере, ни в стойке. По затылку не работаем, ногами в партере, в голову не работаем. Все, удачи по углам. Пальцы в кулак сжимаем. Музыка Ходят ты? Давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ч�ёмное объектYoz and deserve itsebinator 6-0! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...